Продолжение следует... Продолжение следует... На самом деле мы, конечно, не знали, какие будут, скажем так, последствия сегодняшнего утра. В принципе, мы и сейчас не готовы их осознать. Нам понятно, что ситуация тяжелая. И в принципе, мы те люди, которые не реагируем на вызовы, которые вот сегодня случились, а пытаемся их предсказать. Кто следит за нами, видели, что мы еще в воскресенье, предследующая, которая была до эвакуации ДНР и ЛНР объявленной, уже начали мобилизацию. В среду у нас была Всероссийская конференция под председательством Хренова Романа, руководителя движения «За правду». Мы уже были на связи со всеми общественными организациями, с которыми мы до этого в 2014 году и во время пандемии сработали хорошо. Поэтому мы обновили все эти связи, осознали у кого в каких фондах какие есть возможности, склады, финансовые. В общем, все это было скоординировано. Поэтому так получилось, что в пятницу мы с первых часов уже приступили к работе. То есть все были предупреждены, вооружены и задачи были расставлены. На самом деле, даже предполагая такой сценарий, как свершился сегодня утром, мы рассчитывали, что это будет, может быть, чуть-чуть позже. И пытаясь, конечно, это все предсказать, мы сегодняшнюю хотели пресс-конференцию провести с той целью, что мощностей Ростовской области на сегодняшний день не то чтобы не хватает, но они на пределе. И как сегодняшняя утрешняя ситуация аукнется нам в гуманитарном плане, мы по сей день на 100% просчитать не можем. На данный момент, помимо тех официальных статистик, которые есть, по нашим оценкам, около 15 тысяч несистемных беженцев на территории Ростовской области. Что это означает? Эти люди имели какие-то средства, возможности остаться не в ПВРах, когда ПВРы, особенно этот процент стал расти, когда ПВРы Ростовской области, пункты временного размещения, так называемые, стали переполняться, люди стали пытаться остаться здесь. Мы анализировали эту ситуацию, она для нас была прогнозируемая, мы с ней сталкивались в 2014 году. И мы, в принципе, даже при той ситуации, которая была первична, мы прогнозировали уже, что в течение недели-двух у этих людей будут заканчиваться деньги. Мы пытались это рассказать, объяснить через соцсети, предупредить людей, но мы видим, что они настроены на быстрое решение всех проблем. Однако сейчас события разворачиваются, хоть и стремительно, но непредсказуемо. И мы не можем, скажем так, ждать, что произойдет, а потом действовать только на вызовы. Мы должны быть к ним готовы. У нас подготовлены на сегодняшний день несколько складов. К нам уже регионы по линии «За правду» и других волонтерских движений посылают помощь. Значит, логистика там вот считали, несколько дней. Сейчас уже начнут склады пополняться от России. На сегодняшний день у нас на складе есть по потребностям достаточный запас продуктов и вещей, в принципе. Но мы замечаем, что, как я уже сказал, без той тенденции, которая после сегодняшнего дня может сложиться, даже без нее, с каждым днем люди начинают обращаться все больше и больше. Начали уже обращаться за вещами, потому что выходили с тем, что могли унести в руках. А что может унести в руках мама трех детей, если у нее еще в одной руке ребенок? Соответственно, сейчас начинается, они несколько дней были просто в шоке. Сейчас они начинают искать помощи. И это хорошая площадка, конечно, чтобы обратиться сейчас к россиянам, включиться в эту работу. Мы все уповаем на наше государство. Но поверьте, трагедия, которая здесь разворачивается на южных рубежах нашей страны, она гораздо грандиознее, чем вам кажется, в тысячах километров от Ростовской области. По поводу сегодняшних событий и того наплыва, который мы ожидаем. На самом деле сейчас будет все зависеть от тех событий, как они будут проходить. И я, пользуясь случаем, наверное, хотел бы выйти чуть-чуть в неформальный режим и обратиться к вооруженным силам Украины. Ребят, за последние годы было побито много горшков. К нам, в нашу семью, залезла змея, которая нас поссорила. Мы изрядно поплевались друг в друга, морду побили. Но в этой драке бабы нас не растащат. Нам надо самим набраться смелости и разойтись. Мы никуда не денемся с этой земли. Ни вы со своей, ни мы со своей. Мы жили столетиями вместе. Иногда били морду. Набили и в этот раз. Но сейчас катастрофа, которая разворачивается на украинской земле, зависит полностью от вас. Вы прекрасно знаете, что там, где не будет боев, там и не будет трагедии. Видит Бог. И мы поддерживаем наше правительство в этом, что мы хотели избежать этого. Все вокруг да около ходили. Но сейчас, как у вас говорят, маемо шумаемо. Ребят, надо расходиться. У нас с вами такая история, огромная, совместная. Нам от нее не убежать, не уйти, не уползти. И сейчас, насколько мы это осознаем, будет зависеть, насколько мы сохраним народы свои. Вы же знаете, погибнут самые бравые, самые смелые, самые честные. Давайте этого не допустим. Нам будет предстоять после всего этого еще большой период каким-то образом ужиться с нашими обидами и со всем. Но за нами женщины, дети, старики, будущие наши внуки. Давайте прекратим это кровопролитие. Давайте сейчас сложим оружие и мирно решим этот вопрос. Я уверен, я уверен, что нам это под силом. Нацики, эти загнанные в фашня, не стоят будущего нормальных русских и украинских ребят. Я призываю, ребят, вас подумать об этом, осознать. И если вы поймете, в какой точке мы оказались крайней, это поможет нам не усугубить все это положение, хотя бы в гуманитарном плане. Я получил на днях, пару месяцев назад, медаль имени Горлова. Она на украинском языке. Я с честью ее получил за то, что я помогал вашему, нашему народу в Горловке. Я не выстрелил ни одного раза, ни в одного человека, даже не целился. Я занимался только спасением нашего народа. Поэтому я имею право вас попросить об этом. Друзья, наши женщины и будущие дети зависят от вас. Вы доказали, что вы мужики. Никто вас не укорит, что вы поставили позиции или еще что-то. Сейчас спасение в мире. И я передаю Роману Хренову, руководителю движения «За правду» в Российской Федерации, слово Ром. Мы сегодня открывали детскую комнату и были приятно удивлены, что кроме нас туда еще пришли представители трех школ. То есть это дети, школьники города Ростов собрали сами игрушки, помощь для детей, которые приехали из Донбасса и поддержали их таким образом. Это приятно видеть. Это говорит о том, что родители этих детей читали им правильные книги, правильно их воспитывали. Но, к сожалению, достаются голоса и из другого лагеря. Мы часто слышим фейки, которые распространяют не только в Ростове, но и по всей России, что беженцам ежедневно выделяют какие-то баснословные суммы денег, что они их тратят непонятно на что. Но это неправда. То есть по деньгам, кроме тех 10 тысяч, которые были обещаны президентом, никаких денег на руки беженцам не дают. Это все делается для того, чтобы натравить нас на этих и так несчастных, пострадавших людей. Нужно понимать, это не халявщики какие-то. Это русские люди, которые привыкли работать, и они бы работали у себя прекрасно в ДНР или в ЛНР. Не от хорошей жизни они сюда приехали. И сейчас мы должны их поддержать, а не травить. Не говорить о том, что они захватывают наши рабочие места. Ничего этого нет. Эти люди сюда приехали вынуждены. И стоит вспомнить, что русские своих не бросают. Мы всегда были сердобольным народом. Вот давайте продолжим наши традиции и сейчас отнесемся с пониманием. Да, может быть тяжело действительно. Может быть кто-то даже финансово как-то пострадал от всей этой ситуации. Но это не повод для того, чтобы оскорблять или отказывать помощи пострадавшим людям. Мы должны их поддержать, перетерпеть, быть вместе и вместе двигаться в наше счастливое будущее. Спасибо, Ром. Я Парсентьев Григорий Александрович, представитель депутатского корпуса, палаты депутатов партии «Справедливая Россия за правду». Я член совета палаты депутатов партии «Справедливая Россия за правду». Курирую комиссию по признанию ДНР и ЛНР. На данный момент мы комиссию будем переформатировать, потому что одна из установок нашей объединенной партии по признанию ДНР и ЛНР, она свершилась. Спасибо нашему Совету Безопасности, спасибо президенту Владимиру Владимировичу Путину, спасибо Государственной Думе и Совету Федерации. Принято единственное верное решение, которое сейчас реализуется. Надо отметить, что централизованная эвакуация в те регионы, например, конкретно в Рязанской области, проходит достаточно четко, без боев. Но это те люди, которые эвакуируются централизованно на подготовленные места с медицинским обследованием, с взятием на учет. Поэтому те регионы Российской Федерации, которые напрямую граничат с ДНР, ЛНР, с территорией Украины, они больше подвержены именно персональной личной эвакуации. Люди на машинах, на общественном транспорте выезжают на территорию Российской Федерации и здесь ищут помощь и поддержку, которую мы централизованно им оказываем и будем оказывать. Надо понимать, что ситуация развивается в данный момент так, что эвакуация централизованная ДНР с сегодняшнего дня приостанавливает. То есть мы видим свет в конце тоннеля, но это не говорит о том, что те люди, которые выехали, должны остаться здесь без поддержки и без помощи. Этого не будет. Ни правительство, ни мы, как парламентская парламентская, надо отметить, ни общественная организация этого не допустят. Помощь оказывалась и будет оказываться до того момента, когда люди выйдут на территорию своего постоянного проживания. Нужно еще отметить, что комиссия, которая являлась по признанию ДНР ЛНР, сейчас именно будет переформатироваться в рамках именно гуманитарной работы по взаимодействию с признанными республиками. Я думаю, что в свете тех тенденций, которые сейчас есть, скорее всего и с Украиной. Потому что, процитирую вам слова Пескова, Россия готова вести переговоры с руководством Украины о ее нейтральном статусе и об отказе от размещения вооружений в случае ответной готовности Киева. Еще раз. Россия готова вести переговоры. Мы не занимаемся аннексией и оккупацией. Мы занимаемся демилитаризацией и денационализацией. Те слова президента, которые были сказаны, надо воспринимать дословно. Все остальное – фейки и вбросы. Вооруженные силы Российской Федерации выполняют четко поставленную задачу. Задача будет поставлена. Дальше слово за дипломатами и за доброй воле тех официальных лиц, которые представляют и Украину, и западные страны. Спасибо. Перед тем, как перейти к регионам, хотелось бы еще сказать. На вчерашнем заседании, нашем внутреннем, после оценки работы всех волонтерских движений, у нас на разных пунктах работают работы склада и прочее, принято решение о подготовке и наращивании продуктовых складов, прежде всего, для того, чтобы в случае необходимости оказывать помощь населению на территориях, которые приходят под контроль ДНР и ЛНР. И, в принципе, мы готовы к любому развитию и помощи оказывать любой территории Украины, несмотря на нацию, язык или еще какие-то предрассудки. Мы к этому готовы на сегодняшний день и будем наращивать свои возможности. Если нам позволит Российская Федерация и таможня, мы готовы помогать в любой точке Украины. Наши движения за правду. Что у нас с регионами на связи? Татьяна Владимировна, братас, на связи? Тогда предоставляю руководителю регионального отделения Кемеровской области, это Кузбасс. Татьяна Владимировна. Ага, все. Добрый день, Ориде. Добрый день. Татьяна Владимировна. Да, я думаю, что это понятно. Но хочу сказать, что исторически изложились так, что в себе и вообще в себе, мы же как Павелон. У нас все, у нас живут все, у нас, наверное, каждый третий является в правиле. но всем объективно чем но у меня И выявить эту невозможность у них нет, потому что старая очень мама, не вывести ее. Но и свои места сбросали в Тёхи Польщин. Потому что звали «Единошки». Вот в первую волну, когда к нам приезжали в Кузбасс, приезжали донецкие актеры, они могли найти, очень малая часть на самом деле осталась, ассимулировалась, нашли работу. Причем при этом им достаточно сложно было здесь оставаться, причем того, что вы сами знаете, какая была помощь. Вот тем, кто изнутри устроится, это хорошо. Мы предоставляли время. Я помню, как мы собирали как раз здесь организационные группы помощи, и собирали для них вещи, потому что, ну, люди выиграли с тем, что на них было. Два дня назад мы в своих соцсетях объявили сбор вещей, продуктов, детских вещей, бамперсов, всевозможных средств гигиены для именно беженцев, для того, чтобы собрать и отправить. Вот сейчас люди узнают, понимают, с кем контактировать, и куда все отправлюсь. Хорошо, что сегодня мы с вами общаемся на этом позднем конкурсе. Сегодня же еще после поста, который, ну, на сайте поместила наша Азербайджерная Россия за правду, мы решили, что тоже размещаем, просим, где посылать денежные средства. Но посылать их в фонд Лизы Глинки. Понимаем, что никакие региональные отделения, собирать эти средства не должны. И фонд, именно фонд Лизы Глинки, имеет, я думаю, огромную репутацию, да, свободопорядочность, и у них будет такая возможность. Более того, губернатор Крюбасса объявил о том, что Крюбасс готов к принять кежнице. Тем, кто хочет туда приехать, устроить их, ну, говорим, мы с Донбассом фактически вот обыкровим. Ситуация страшная, бесконечно страшная. Я сегодня тоже целый день сижу с телегрампаналой, читаю все, что можно где-то прочитать. И понимаю, что вот одна часть моей близки в городе, а еще часть в Киеве. Вот понимаете, какая ситуация, вот насколько мы не должны завершать, завершать, война не должна быть пророк, войны не должны быть, убивать нельзя. Но вот так, я даже не знаю, люди убивают меньше, да, нам ничего не остается, особенно нам здесь, и особенно женщинам, не представляете, как это страшно. Когда он включился на, у нас, резко на пяти каналах, да, в государственном телевидении включился, транслят, включился в трансляцию с ответа, то, вы знаете, как бы, ну, стало, стало и страшно, с одной стороны, с другой стороны, у меня было какое-то забытое с советским временем, я выросла в Советском Союзе, когда вы держали меня. Спасибо большое, Татьяна Владимировна. Спасибо ровно, я думаю... Мы готовы помогать, и хотим, чтобы у нас с вами были контакты, я думаю, что у нас соординированные контакты ваши не получили, потому что мы собираем здесь, в обедении двухпредельный сбор, собираем вещи и будем вам отправлять. Спасибо большое за поддержку, Татьяна Владимировна. Друзья, я бы попросил чуть больше конкретики и чуть короче, у нас регламент вам должны были скидывать, очень жесткий. Передаем Челябинской области депутату Челябинской городской думы от партии «Справедливая Россия» за правду Владимиру Валерьевичу Корнееву слово. На связи? На связи. На связи. Добрый день, коллеги. Корнеев чуть корректирую. Во-первых, дорогие друзья, уже как только Владимир Владимирович озвучил, в этот же день пункт приема вещей и склад продуктовый начал работать на базе общества инвалидов. То есть там сбор идет уже, то есть вещи уже приносят. Также у нас это постоянно доносят. Хотелось бы еще озвучить, что мы там для граждан наших братьев Донбасса еще бесплатные обучающие курсы компьютерной грамотности. То есть для них там будет учитель, который будет подсказывать, учить госуслуги. Все будет для них подсказывать и учить их, что как, что нужно. Плюс к этому бесплатная юридическая помощь. Плюс к этому на нашей базе у нас есть психологи, которые также будут бесплатно работать именно с этой категорией людей. Дорогие друзья, хотелось бы быстренько, кратко сказать и взять этот вопрос на контроль. Дорогие друзья, сейчас от нас, как партии, активистов и жителей города Российской Федерации, мы должны всем всячески помогать нашему президенту. Дорогие друзья, хочу вас слушать закон 498. К сожалению, дорогие друзья, Европа его подготовила как биологическое оружие. И ОСВ, где зашли, там произошли Майданы и все перевороты. Такие друзья, отлично контроль. Давайте совместно поможем нашей земле в этом направлении. Поддерживаем вас, спасибо большое. Подскажите, Дмитрий Владимирович Калашников на связи? Предоставляю слово депутату Волгоградской областной думы, руководителю фракции СРЗП Волгоградской областной думы, Калашникову Дмитрию Владимировичу. Владимир Владимирович, дорогие друзья, Волгоград находится не так далеко от границы с Украиной. У нас в двух направлениях будет работа. Первое – это тоже, как у всех в Екатерине, мы собираем унитабельную помощь для отправки на границу с ДНР и ОНР. Это раз к нам приехали бешенцы, разместились в городе Волжский, в городе Волгограде. Со своей стороны мы эту работу выстроили, вместе с местными отделениями городскими, и с Красным Крестом. То есть, непосредственно Красным Крестом мы взаимодействуем по конкретно-потребцам, по фамилиям, по семьям, по тем направлениям, которые не обладают гражданам. Вместе работаем с Союзом Мудрящего Строителей. Есть такая организация у нас в ТАБД, предпроизводственные предприятия в нашей области, которые готовы оказывать материальную и внутреннюю помощь, что у наших единомышленников есть своя, мы даже заявились, у нас есть предприниматель, которые готовы достаться в гостиницу, но пока отправки лежат в принципиализованное обменено. И также, как коллеги, мы осуществляем сборственные средства, перечисление средств депутатских от зарплаты, от того, что было реализовано нашими друзьями и нашими коллегами. Краткий суд. Спасибо большое. Перейдем к Краснодарскому краю. Это наши соседи ближайшие. Там была информация, что не хотят принимать у них. Подскажите, Анатолий Кравченко на связи? Ну, расскажите, какая у вас ситуация? По поручению руководителя регионального отделения партии Кириллского меслендовича координарируется сбору комитетной помощи в Украине. В последний день, как была реализованная эвакуация граждан в ДНР, региональное отделение партии объявило о сборе комитетной помощи с указанием адресуры контактов пунктов приема. Последние пять дней работа по сбору помощи местными отделениями в Украине проводилась непрерывно. И во мере активного распространения информации прогнозируем увеличение на наступаемой помощи. С завтрашнего дня наши планы начинают забирать уже собранную помощь с местных отделений и складировать ее в Краснодар. В нашем галактическом центре есть необходимость на свой площадь. Транспорт для перевоза насыграется. Сбор будем проводить постоянно. И по мере накопления необходимого объема будем отправлять уже на славы песков. Анатолий, а подскажите, у вас есть какие-то данные, сколько к вам в Краснодарский край направилось беженцев? У вас вообще ПВР открыты? Пункты временного размещения у вас открывались вообще на территории? По-моему, нет. Странная история, конечно, для меня лично. Так, дальше у нас Смоленская область на связи. На связи, Смоленск? Здравствуйте. Андрей Иванов. Так, что-то со звуком. Мы вас не слышим, Андрей. Там это от нас зависит, нет? Так, но мы, если что, если получится, вернемся к Андрею Иванову. Сейчас Всероссийское общество... Да, скажите что-нибудь, Андрей. Скажите. Скажите. Выключен микрофон. Выключен микрофон там на экране. Включите. Ну, ладно, пусть разбираются. У нас союз добровольцев России, Всероссийское общество, Росволонтер, Воронежской области, Юрий Рублев. На связи? Ой, Рублевский, извиняюсь. Нету, да? Нету, да? Ну, тогда перейдем к выступлению представителя Самарской областной думы, Моряхину Михаилу Ивановичу. Тоже нет. А Северная Ланя с нами? Чермин был. Чермин был. А, Чермин Мурашев. Чермин Мурашев. Чермин Мурашев. Да, сегодня мои сети здесь. Вот нам только не вывели. Добрый день, Чермин. Дорогие коллеги, я извиняюсь, мне приходится к конференции подключаться буквально так на ходу с машины. Хочется, значит, отметить, что у нас в республике мы совместно с руководством у нас готовы принять до тысячи беженцев, то есть до тысячи человек. Я надеюсь, пока что к нам республику не приезжали, нет пока этого человека. Также подключились наши южные братья, это Южная Осетия. Они готовы тоже принять людей с наших муратских республик, Дорецкая и Луганская. С сегодняшнего дня я совместно с руководством ОНФ, с нашим молодежным министерством молодежной политики, и с сегодняшнего дня открыт. У приема группа коммунитарной помощи, все желающие, они будут приезжать по нашему определенному адресу, нас надо на Ленов открыть. и уже начали подготовку к приезду людей из Донецка и Луганска. Так что на сегодняшний день пока ситуация такая, пока людей к нам не приезжают. Понятно, спасибо большое. Но сбор помощи уже ведется, правильно я понял? Бор помощь нас добьется, и всеми возможными и своими силами, и руководством своей ступикой полностью. Нам уже команда за то, что с ними готовы встречать людей. Спасибо большое. Спасибо. Нижний Новгород у нас на связи. Руководитель движения «За правду» в Нижнем Новгороде Андрей Поливодин. Там много людей. Да, Андрей, вас слышно, Дмитрий Ханусев. Просьба отключить микрофончик на себя. Здравствуйте. 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 Мы перебесли все тяготы поездки до Нижнего Новгорода, и едут на этой помощи. В основном это женщины с детьми, многодетных семей. Есть дети-инвалиды, есть и дети-сироты. Все брались в коллективы, все друг другу помогают. Значит, Нижегородским отделением заправы консолидировались вместе с Нижегородским отделением общественного движения «Оплот» Единой команды мы открыли штаб-помощь беженцам на базе Нижегородского штаба «Захар-Крыльевна». Будем оказывать материальную помощь, юридическую помощь, организационную помощь, также помощь в трудоустройстве всем приезжим. Контакты налажены, значит, штаб-помощь открыт. Единственное, что ждем, когда коллеги из Нижегородского отделения «Оплот» нам подключатся, пока от них как-то контакты едут. Так все, работа налажена, мы работаем. Все, спасибо коллеги. Работайте, братья, хочется сказать. Предоставляем слово руководителю движения «Оплот» Сергею Завдовееву. На связи, Сергей? Отлично. Добрый день, Сергей. Да, добрый день. Хочу сказать, что наше движение сразу же, как было объявлено, что в пилоголицы жители Донецких и Уландских республик совместно с движением «За правду» организовали штабы, организовали необходимые в социальных сетях объявления с помощью. Вот и сейчас, находясь в Москве, целый день люди несут помощь. У нас бункер уже завален всем необходимым. То есть, люди отзываются, это чувствуются, это классно. Вот, соответственно, мы эту помощь будем передавать на Ростов сейчас. Так, я не пропал, я… Уже появился, уже появился. У меня слышно отвод? Да, да, слышно. Следующий отвод собирается помогать и нашим юридическим отделам. Сейчас достаточно много обращений. Вот, о том, что можно устроить людей на работу. Вот, вопросы с документами смеются не решать, с жильем и так далее и тому подобное. Наш юридическим отделом занимается. Вот, также мы будем приедем в Ростов, привести необходимую материальную помощь для дальнейшего продолжения нашего общего дела по помощи гражданам. Причем я по ней поможет. Даже зал «Краспанс» так поможет. Вот, по поводу наших монетарных штабов, они открыты в Нижнем Новгороде, и подходит СОЖа. В принципе, рассказал, не буду повторяться, но там есть небольшая трудность беженцев тем, что полиция не подпускает к ним. То есть, вот, допустим, один из санаторий, например, в Зеленом городе, да, там семья моего военнослужащего, с которым мы установили контакт, который, в принципе, какимирует всех остальных, дает обратную связь. И Андрей Саваршин ездил, пытался туда как встретиться, но полиция не спустила. То есть, не могут туда ни моментарной помощи сейчас передать ничего. Мотивирует это тем, что ПТР-тесты и так далее, и тому подобное, ну, не дают и встречаться, общаться, не дают ничего передавать сейчас. Есть такая проблема. Вот, в Питере пока беженцу нет, но ожидается приезд. Наше беженческое отделение также сократит внутреннюю помощь. Вот, хотели встретить беженцев, явиться в стране и не помогать. Вот, ну, вкратце, так. Да, спасибо большое, Сергей. Я, на самом деле, скажу, у нас тоже, по-первых, никому не подпускали на пушечный выстрел, ну, вот, пена немного спала, и работаем. Вот сегодня наши представители детскую комнату уже помогали организовывать, и я думаю, что и у вас нормализуется сейчас. Там просто люди уставшие, поэтому их просто оберегают, чтобы они там, может, даже не наговорили чего-то. Вот. Сейчас, я думаю, что вы выстроите у вас под... У нас тоже были эти шероховатости, уже прошли. Все. Кто хочет работать, тот будет работать. Надеюсь, и вы найдете общий язык с властями. Предлагаю слово представителю Иркутской области, руководителю движения «За правду» Михаилу Учителю. А, Курск, да? Курск. Извиняюсь. Баеву Геннадию Александровичу, депутату Курской области, Думы от партии СРЗП. Добрый день, уважаемый коллег. Меня слышно? Хорошо. Добрый день. Буквально до этого февраля, передобретая информация, круглого адских до Луганска, Региональный медицинский парк Суправедливый Россий был создан штаб по приему и распределению гуманитарной помощи. Сегодня буквально до УПС мы провели на заседании штаба, на котором уже принимаем решение о распределении гуманитарной помощи в Курской области из Луганска и Донецка привезли 1524 человека, из них 840 детей. И в начином непорядке принимаем решение с бизнесом и со всеми неравнодушными гражданами сбор средств, а также помощь в первую очередь для детей. Курской области является преграничным гуманом. И сегодня сотрудники вызвали сообщение о том, что мы обстрелы до главного пункта в Телкино в 9 часов 40 минут. Ответа у него российских городичников и гуманитарная точка была подавлена. Вместе с движением Захара Прилебина за правду мы эту работу организовали два пункта у нас открыто непосредственно в рекоменделении Шумаковская 2А и штабель Захара Прилебина Пожайская 4. Также у нас наложена связь с органами регистрационной власти, которые держат на контроле данный процесс. Миграционная служба работает. Деньги, положенные в жительное ДЛН будут выручены в полном размере. Вот здесь еще были после того, когда они будут подойдут необходимую документацию. Поэтому работаем, друзья. с информацией будем вас остановить. Да, спасибо большое. На самом деле, я так понимаю, у вас еще прибавится, потому что там, где наши работают в Таганроге, ребята на встрече, кормлении и прочем на вокзале, оттуда практически все отправляется к вам в Курск. Так что я так понимаю, у вас основное направление, на которое перекладывается с Ростовской области нагрузка. Это прекрасно, потому что в Ростовской области диаметрально другая ситуация, к сожалению. Да. Так, Смоленск. Смоленск, Андрей Иванов. Получилось у нас? Молодя, слышно? Да, все слышно. Ну, как я у нас технические возможности не учил. Для начала хотелось сказать пару слов об общей ситуации. Конечно, как мы и в Смоленске, как Россия озабочен и согласен. Но, тем не менее, понимаем, что меры крайние, то, что происходит сейчас в этой базе, мы вынуждены. Мы так понимаем, что эти демматические варианты, они все выщерпали. Поэтому, то, что есть, это приезд. Также, мы все понимаем, что войсковая операция, конечно же, содержится какими-то человеческими жертвами, но мы вредим, что наши военные присутствуют на гостей. и поэтому эти джентры не будут требовательны, но не им. Теперь по монетарной помощи, и прочее. я вот при этом моменте особо, не особо, а такие действия не понимали, потому что считали, что это все вещи, сборы монетарной помощи, даже если я считаю, это централизованно, потому что, что нужно, что необходимо, можно одно собрать, люди это нести, понятно, но будет это востребовано или нет, ну, вот, ждали смысл. Вот. В принципе, теперь мы имеем понимание о необходимости сейчас, мы буквально завтра открываем тоже пункт по вопросу по нероходимых этих вещей коммунитарных, также планируем дать информацию о сборе денежных средств, лучшее, вот, это коллега говорил, что лучше это делать через центр доктора Лизы, вот, дадим тоже визиты для людей, чтобы они перечитали туда. И, самым активным образом планируем этим заниматься. Коллега, на что бы хотел обратить внимание, вот я буквально летом подбился с некой проблемой. То есть, с прошлого, ну, скажем так, с прошлого этапа противостояния, у нас в одном из районов Славянской области тоже находится беженца. Причем, ситуация такая достаточно невероятная. То есть, у них на руках у спорта, они у граждан российской федерации, но у них нет прописки. И, соответственно, нет прописки, нет работы, нет кредитов, жилья, нет помощи и прочее прочее. Они вот до сих пор как бы живут, но практически меняют, что утрируют, но он отлично. Вот этот вопрос необходимый, я думаю, потому что, это может быть и дальше возникнет тех людей, которые всегда страдают на сорт в России. Ну, мы, в принципе, все, что хотел сказать. Спасибо большое, Андрей. Поделюсь опытом, как мы решали этот вопрос при отсутствии решения его со стороны государства. Мы прописывали к себе. Брали, да, такую ответственность, прописывали к себе. Можно найти в себе силы это сделать. Слово представителю аппарата Палаты депутатов партии СРЗП наконечному Юрию. Добрый день, дорогие коллеги. Ну, сегодня такую нетривиальную проблему, которая, конечно, ни одного гражданина нашей страны не оставила равнодушку, была поднята. Хочется сказать со своей стороны, что, ну, спасибо, во-первых, то, что и структуры Захара Преликова собили так оперативно включиться в процесс сбора помощи, размещения, встречи и так далее. То есть всяческую помощь, которую только можно. Ее готовы оказать, оказывают и так далее. Мне хочется отметить еще один пункт. У меня небольшое поручение от депутата государственной группы Дмитрия Вадимовича Кузнецова, который буквально сегодня, о чем я вам докладываю, отправил в продолжение того, что он заведовал ранее обращение в Миграционную службу в Министерство внутренних дел следующего содержания. Суть данных обращений заключается в том, что отдельным вопросом и отдельной темой Дмитрием Вадимовичем была выделена проблематика и необходимость использовать механизм обращенного предоставления гражданства для детей сирот и и детей, оставшихся, находящихся в помечении родителей, которые как раз приняли из Ланецкой и Луганской республики. Эта проблема нам с вами известна и понятно, что в принципе мигранты, которые сейчас появились на территории нашей страны в очередной раз, они, ну как сказать, ущемлены, что ли, в правах. Да, это действительно, как Юрий абсолютно верно заметил, люди, ушедшие там из своих домов просто с тем, что удалось убести в руках. Им, конечно, нужна помощь, защита и поддержка. Представьте себе, насколько эта ситуация возводится в квадрат, в клуб с детьми сиротами, прибывшими от клуб. Поэтому, докладываю, собственно, уважаемым собранием о том, что действительно только такие документы были оправданы. И я уверен, что и партия «Справедливая Россия» за правду, и конкретно депутат государственной главы, Дмитрий Владимирович Кузнецов, не оставив здесь внимания этот вопрос. И отдельное, особое внимание детям-сиротам, которые прибыли на территорию Российской Федерации, будет оказано, и будет убиваться от того, что действительно вот эта процедура упрощенного получения гражданства была использована по максимуму. Вот такой короткий спич с моей стороны. Спасибо всем большое, что такую работу ведет. Спасибо. Ну и в последок, наверное, дам завершить Григорию Арсеньеву, как от Рязанской области, подытож. Ну, я считаю, что мы мы в достаточно короткий срок проводим полноценную, полномасштабную компанию помощи эвакуированным из Луганской и Донецких республик. В Рязань конкретно больше 800 человек пришло. Еще раз говорю, там, где есть централизованная эвакуация, созданный ПВР, правительство регионов принимает активное участие, и от нас, как от парламентской партии, как от общественного движения, нужна, скорее, так скажем, помощь в расшивке каких-то узких мест. Да. Но на южных рубежах ситуация гораздо жестче. Поэтому, не умаляя достижений и работы моих коллег, там, и нашего регионального отделения, хочу сказать, что на южных рубежах, Ростовская область, Курская область, нужно сделать акцент на гуманитарной помощи, именно в первую очередь в те регионы, куда не централизованно выезжали люди из Луганска и Донецка. Спасибо. Есть вопросы? Уважаемые СМИ, вопросы есть? Да. Если можно, Елена Романова, Новая газета. Елена Романова, Новая газета. Скажите, пожалуйста, у Вас есть опыты 2014 года и сейчас. Сравните, насколько активны были ростовчане и вообще сбор помощи в 2014 году и насколько активны он сейчас? Так же много несут, так же много помогают? Помогают меньше, меньше несут, но, как по мне, это объяснимо. На самом деле, несмотря на то, что именно выход людей был, ну, скажем так, колоссальный, то есть, единовременно, да, в 2014 году более смазано, размазано, но большая масса выходила. А здесь, единовременно, я такого в 14-15 не припомню, чтобы столько людей выезжало. И за первые сутки, надо признать, я хоть и сначала там и сам чуть-чуть паниковал, вот, но за первые сутки, со всеми основными вызовами правительства Ростовской области, могу за Ростовскую область только говорить, оно справилось. Все шероховатости, которые там может и по сей день есть, они сглаживаются, вот, сейчас надо понимать, что нагрузка колоссальная, вот, мне говорят цифрами, что туда 800, ну, человек туда 1000, чтобы было понятно, у нас в одном ПВРе больше 800 человек, и еще продолжают добавлять. это один ПВР. У нас есть места, где говорили, что готовы принять 50 человек, а приехало 150, из них больше 100 детей, вот, это самая большая сложность в этом перемещении, здесь детей невообразимо, это основная масса, на самом деле. Вот, представьте, те цифры, которые фигурируют десятки тысяч людей, из них больше половины это дети. на самом деле, мы именно этот вопрос, почему сегодня Роман с Григорием поехали, ну, я тоже поучаствовал, мы поехали в детские комнаты создавать, игрушки, и прочее, потому, что детей просто невообразимое количество. Честно, я вот, это, когда ты это еще и видишь на границе, когда ты приезжаешь на границу, а люди выходят, и это все экстренно, ну, честно, сердце просто вырывается из руки. Вот, но, справились, жители Ростовской области видят, что правительство справляется, государство справляется, а те, кто выезжал не системно, вот последние дни, они еще себе не проявили беженцы, поэтому, в общем, ситуация выглядит под контролем, поэтому я думаю, что жители более спокойные. Простите, еще один вопрос. В начале пресс-конференции вы сказали, что это нам аукнется в гуманитарном плане. Можете расшифровать, что это значит для Ростовской области аукнется в гуманитарном плане? Я еще и параллельно сказал, что опущенный автомат украинского воина сейчас это спасенные жизни. Жизни, которые за его спиной, вокруг него. Те жизни, которые за спиной армии ДНР и ЛНР, их вывезли сюда. Их вывезли, мы подготовились. Они здесь, у нас в безопасности. А те, кто вокруг них, они в опасности сейчас. И зависит это от того, насколько сейчас солдаты найдут себе смелость. Это двойная смелость признаться, что его опущенный автомат это не предательство Родины, а спасение тех, кто вокруг него находится. И вот, если они это сделают, то никому ничего не аукнется. Мы планомерно, спокойно выйдем на мирное сосуществование, в коем сотни лет нашей истории занимались. А если как-то будет по-другому, то, к сожалению, вот тогда могут быть потери более сильные. И это, конечно, нам аукнется. Это мой народ. Все, что там происходит, оно нам аукается. Еще вопросы есть? Если вопросов нет, предлагаю... Пошли работать. Да, пошли работать. У нас еще есть задача. Спасибо всем. И я призываю все-таки россиян включаться в работу, потому что еще ничего не закончилось. До свидания. Мирного неба. Спасибо. 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 Мирного неба.